Приветствую вас на канале Сокровище Черногории. Поздравляю с наступающим праздником весны 8 марта. Это первое весеннее видео в этом году. Мы с вами находимся возле острова отеля Святи Стефан в одноименном поселке на городском пляже. Но видео сегодня будет не про Святи Стефан как таковой. Сегодня я хотел снять видео, на котором покажу и расскажу, как можно пройти из поселка Святи Стефан на два еще соседних пляжа. Пляж Галлия и пляж Цервейна Главица. Не все, во-первых, о них вообще знают, о их существовании. Те, кто даже знает, зачастую знают только, как проехать на машине или пройти пешком, поднявшись с пляжа Святи Стефана, аж к трассе наверх почти 100 метров над уровнем моря, и пройти поверху, и потом опять спуститься дальше к пляжам. Я же вам покажу, как можно будет пройти, срезав путь по ступенькам. Тем, кто любит ходить пешком, тоже интересные маршруты. С пляжа можно подняться здесь, как я сейчас поднимусь по ступенькам. Можно пройти аж вот туда, в самый конец пляжа. Там тоже начинается лестница, ступеньки, и они пойдут местами, это не прямая лестница, кое-где надо пройтись по дороге, но в конце концов по этим ступенькам можно подняться аж на трассу. Я же вам покажу более прямой маршрут. Итак, приступим. Итак, мы поднялись к дороге, слева у нас ездно-платный паркинг, прямо ступеньки. Если пройти по ним, там дальше через дорогу начинаются следующие ступеньки, которые поднимаются на следующий виток серпантина. Как раз так можно пройти к ресторану Драга. Довольно известному ресторану в этих местах, скажем так, на Свити Стефани. Но мы с вами пойдем вот туда на подъем, где асфальт. Эта улица называется Туристическая. И мы по ней пойдем к крайней дальней лестничке, чтобы пройти на пляже. Отсюда тоже открывается прекрасный вид на остров отель Свити Стефан, на пляж. И отсюда уже хорошо видна и Будва, и Мэззавала, и Бечичи. Кстати, на этой улице находится тоже несколько ресторанов, которые работают в сезон. Ресторан и отель Романов, более известный среди туристов. Вот как раз мы к нему подходим. Также отель Азимут. Это довольно просто известные раскрученные отели на букинге среди турфирм. Поэтому многие туристы просто знают о них. Вот рецепция отеля Азимут. И ресторан отеля Романов. Вот отель Романова, ресторан. Вот еще, говорят, неплохой ресторан Амадеус. Спуск вниз с видом на море Свити Стефан. Здесь платный паркинг. Потому что летом здесь машину поставить. Если вы не гость отеля, и у вас не входит паркоместо в стоимость вашего номера, практически вообще нереально. Все забито машинами. Вот за вот этим голубым домом там тоже идет вот эта лестница, которая поднимается вверх. Раньше здесь не было этого забора. То есть тут была натянута только цепочка для того, чтобы не ставили автомобили люди, которым этот паркинг не принадлежит. Но был свободный проход. Не знаю, почему сейчас такой поставили забор, но мы все-таки пройдем и пойдем вот на ту лестничку. Лестничку. Вот тоже еще площадка, где открывается вид на Буду. Немного на свете Стефан. И мы, казалось бы, зайдя в тупик, но на самом деле не так. Вот лестничка, по которой мы пройдем дальше. Вот тут находится трасса в метрах 30 дальше. Отсюда заезжают люди автомобилем. Мы пришли вот с этой стороны, срезали, как я сказал. Довольно неплохой кусочек маршрута. И по вот этой дороге мы пойдем пешком вниз и по ней же спускаемся на автомобилях к пляжам. Кто бывал в этих местах еще несколько лет назад, буквально знает, что здесь был какой-то полузаброшенный автокемпинг. Ну, не заброшенный в прямом смысле. Люди здесь останавливались, отдыхали, была рецепция. Но вид был такой довольно заброшенный. Вот сейчас эта территория активно застраивается. Застраивается вот такими люкс-вариантами вилл, мини-отелей. Есть еще кусочек, который напоминает о том, что здесь было несколько лет назад. Но я так понимаю, что через буквально 3-2-3 года мы эту территорию вообще не узнаем. Это и не удивлюсь, если даже какие-то будут шлагбаумы, закрытый въезд в какой-нибудь элитный мини-поселок. Ну, а пока вон впереди еще я вижу, он курочки пасутся. Остатки того, что здесь было на протяжении предыдущих пару десятилетий. Вот мы видим таблички о продаже земли. То есть не все еще здесь распродано. Территория, конечно, просто я решил показать, какие открываются отсюда виды. Главное уточнить, чтобы склон не уполз вместе с домом. А вид отсюда, конечно, тут да, тут еще пологий склон. Вид отсюда открывается, по-моему, потрясающий. Итак, мы пришли к перекрестку, к развилке. Направо дорога ведет к пляжу Цервена Главица, к ближнему к нам. А налево более дальняя дорога, дальний пляж. Там находится и, кстати, пляж Нудистов и пляж Галия. Мы зайдем сегодня на оба пляжа, чтобы вы имели представление. Сейчас пойдем на Цервену Главицу. Кстати, хотел еще отметить, что один из плюсов, видно, этих строек. Положили новый асфальт. Если до этого асфальт и кусками бетон был старый, с ямами, было очень неприятно на легковой машине сюда ехать, то теперь вполне комфортно ехать на машине с любым клиренсом до самих пляжей. Вот здесь летний ресторанчик находится. Пляж, пляж каменисто-галечный. Вот хорошо виден пляж, городской пляж Святи Стефана. Отсюда открывается прекрасный вид и на остров Святого Николая, остров Школь, на самом свете Стефан. Будва видна, горы над Будвой. Вот этот последний кусочек, видите, без асфальта. И эта зима была довольно-таки дождливой. Вот оползни по склону. Но к сезону, я уверен, все это уберут и приведут в порядок. А мы с вами возвращаемся на наш перекресток. Где мы повернули к этому пляжу. И двигаемся в сторону пляжа Гале. КОНЕЦ Вот пока на этом дереве нет листьев, и она засохшая, можно посмотреть, как выглядит пляж Церой наглавица со стороны. И вот эти камушки. Он с двух частей состоит. На главной части мы были, а потом по камням можно пройти на тот более уединенный пляжик. Но туда там по валу нам надо карабкаться, я в этот раз решил туда не идти. Нам уже осталось совсем чуть-чуть до Галии, и мы продолжаем свой путь. Вот это внизу нудистский пляж, так называемый. Сюда есть спуск по тропинке. Тропинка вот тут вот сбоку. Очень закрытый и уединенный пляж. Спуску только, я говорю, по такой тропке. Ну или на лодке подплыть. Закрыть со всех сторон. Вот тропа. Кому нравится уединение, то добро пожаловать на этот пляж. А пляж Галлия находится с другой стороны этого мыса. Вот внизу у нас уже пляж Галлия, мы до него дошли. Тут волнение небольшое. Вдали паркинг. Но сейчас туда не подъехать. Осыпь после дождей не перекрыла дорогу асфальтовую. Ну, к сезону, как я говорю, все уберут. Посмотрим сейчас отсюда еще раз на нудистский пляж. С этой стороны тоже хорошо. На него открывается вид. Здесь, кто любит снорклинг, поплавать среди скал, камней, просто замечательное место, на мой взгляд. Ну что ж, спустимся уже на сам пляж Галлия. И вот мы с вами на пляже Галлия дошли сюда. Значит, неспешным шагом прогулка сюда у меня заняла 50 минут. С остановками, с заходом на Сырвену Главицу. Прошел я где-то 3,5 тысячи шагов от пляжа Святи Стефан. Так что имейте в виду. Есть такое тоже интересные такие места возле Святи Стефана. Есть места, куда можно прогуляться, если вы живете на самом Святи Стефане. Или куда проехаться, пройтись. Подальше от основной массы отдыхающих высокий сезон. Сейчас я вам покажу еще красивый вид вот с вот этих вот красных скал с выступа. И на этом сегодняшнее мое видео будет завершено. Вот такой прекрасный отсюда тоже вид открывается. Надеюсь, это видео было вам полезно и понравилось. Буду рад лайку, рекомендациям вашим друзьям, кому это может быть интересно. На этом у меня сегодня все. Будьте здоровы, путешествуйте с нами. И до встречи в новых видео. Всего доброго.